здравствуйте эзен как ночевали ну и слава богу с вами василич сегодня покажу я вам как лично я готовлю макароны вот с подливой будем делать макарошки рожки взял рожки такие мелкие в общем было я уже готовил приготовил луку открыл тушенки нашей баночку также полторы ложечки взял пасты томатной и ложка там полторы ложки ну ложка с бугорком это полторы ложки муки также лук начистил сказал морковочку будем добавлять сковородку я поставил маслица налил налил разогревается рожки буду я сперва обжаривать этот рецепт обжарки ему уже ну или 35 40 даже 40 лет первый раз я увидел познакомили меня так сказать с этим приготовлением с обжаркой мой хороший друг были уставшие заехали к нему дома никого тот говорит сейчас мы жареных рожек это поедем и вот ну посмотри фишка в чем варить и потом обжаривать не будем а сразу приготовятся жареные рожки и тогда я посмотрел и с тех пор вот все кому показывал и товарищем ребятам и по работе и сослуживцам всем рекомендовал готовили и говорили все вещь нормально вот вам покажу для этого мы сейчас берем открываем наши макарошки эти рожки открываем но не разваривается больше становится но большие размером не стал они развариваться вообще большие просто и вкусно их употреблять вот берем значит на данный момент мы их идем уже разогретую сковородку ложим и будем помешивать зажарим до золотистого цвета ну по ходу будем и подсаливать и при приправки добавлять перчика как вам угодно на свой вкус ну вы сейчас волну поймаете приготовление вот раз попробуйте и скажете ну берем и чтоб сурас не ходить что ты и с собой несём берем наши и прямо сковородку целиком ну здесь где-то грамм 400 будет грамм 400 распределяем по сковородке ручкой ну я добавлю еще огонька вот и теперь шкварчать будет значит помешивать и сильно смотрите не оставлять эту ложки когда сковородка наберет температуру быстро начнут обжариваться вот обжариваем до готовности румяности вот это вот добавляем туда водички водички приправки мы продолжаем варить ну вот мешаем наши макарошки с углов на середину вернее с краёв наши и что наблюдаем что процесс пошел у нас уже ложки начинают обжариваться ну вот видите как получается у нас красиво золотисто обжарено перемешиваем хорошо размешиваем которые не поджарились и все это творение мы берем сейчас заливаем кипяченой можно сказать горячей водой наливаем выше наших макарошек вот так вот размешиваем размешиваем ну когда бьетесь осторожно пар чтобы нам не обжить руки или же снять с огня маленько приосценить налил размешал и на огонь также беру я наши приправы вот для начала где-то ложечку приправы и распределяю вот так вот перемешиваю макарошки наши готовятся не выключая огонь ничего достояние состояние готовности ну так как мы кушать будем можем и на месте посолить но можно и снять пробу досадить здесь вкуснятина вкус это самое зажаристости приготовите не пожалеете так помешиваем ну и будем ждать пускай готовятся периодически помешивая будем выпаривать воду как говорится не выпаривать а наши макарошки в себя воду возьмут до готовности так вот а масло вот это вот на чем зажаривали обжаривали как раз не дадут им слепиться друг другу ну все даже сможем убавить маленький огонь помешать и и ждать все ну вот наливая я еще дополнительно скипятил водички с накажет хочу показать чтобы заказом не было потом все вот наши ложки оказались с твердой сделаны муки и вот они в общем до готовности как говорится не дошли не дошли водички мало было я вот стакашек еще выливаю все это перемешиваю и теперь у нас будет самый раз дойдут потому что я попробовал попробовал и ребята девчата оказалось что рожки они все хорошие вкусные но жестковат и жестковат и надо нам придать мягкости в мягкости но попробуйте если вкусно и вас устраивает то можно не добавлять я вот все как вкус вот это вот даже прибавлю маленько чтобы схватилась у нас делаю все по-настоящему не для кадра если я 40 лет этому рецепту и готовим разве я не знаю вкусовые качества и как должно быть не для того что отснял а там вы додумаете если в мягкий сорт пшеницы были изготовлены вот это макарошки то той воды которые мы наливали хватит нам будут готовы то можно будет снимать вот видите быстро это самое выпаривается это стакашка наша водицы потому что себя берут рожки ну вот видите вот так вот на раз и вода то есть не булькает у нас все прожарилась видите не прилипает сковородки на донышке мы водицу не видим не видим в этот момент в этот момент берем и я надвину отодвину можно приглушить вот салатник такой вот салатник так поставлю горячим не было и вот эту видите как 1 к 1 рожечки салатник я выкладываю салатники у нас будет доходить доходить и начнем делать нашу зажарочку делаю зажарочку как я делаю показываю все кто-то чтоб не матерился если делает другим способом пожалуйста я тоже много способов знаю перед этим показывал что-то смотря что готовишь и что вкусно ну вот выложили видите наши рожки теперь идем маслица я налил берем наш лучок высыпаем вот так вот сковородку распределяем и обжаривать будем до золотик чистости и добавлять туда морковочки нашей вот зажаривается наш лучок хорошо вот такой вот приятно кушать все запах готовки но морковочку я буду хорошо зажаривать нашу морковочку распределяем распределяем и начнем перемешивать ну вот обжарили морковочку видите испарилась влага морковочки отдала сковородка там маслица гуляет жарит парит вот так берем эти вот наш нашу пасту так распределяем и будем зажаривать ее тоже чем лучше она поджариться тем вкуснее будет размешиваем придавляет донышку сковородки так вот что полностью была у нас сковородки ложки и морковки ну вот обжариваем вот так вот хорошо перемешали перемешали да распределили по всей сковородочке нашу томатную пасту берем маленько наши шпеции тоже положим и нашу муку сверху посыпем вот так вот вот так вот сейчас будем помешивать и обжаривать нашу муку вместе луком морковочкой и томатной фаспель будем зажаривать нашу чтобы обжарилась мука так вот зажариваем и ее в сторону в сторону маленькой со сковородки берем нашу тушенку и выкладываем и сюда выкладываем выкладываем и сейчас тушенки тушенку вернее будем мы смешивать с нашей мукой в общем вот этими ингредиентами вот потому что сейчас тушенка даст сок даст сок и у нас густая не было тесто мука будет распределяться тушенки уже живет и и наберет вкус вкусовые качества тушенки вот видите вот так вот не боясь не боясь ну последний штык подливаем но не полный стакашек водички и размешиваем смотрим что жидкое у нас соус получился вот и размешиваем смотрим на состояние нашей обжаренной муки как она разварится разоплит разойдется вот какой у нас подливка будет вот кому жище можно еще больше кому гуще можно и не добавлять было сориентируйтесь ну и это еще можно подлить берем чуть-чуть чуть-чуть предел предел вот выливаю распределяю все помешиваю ну и минуты три минуты три все у нас соус поджарка будет готово вот видите бурник кипит вот видите самое то самое то смотрите вот так вот будет обволокивать наши макарошки что нам еще и надо вот так ну вот спички убрали у нас вот такая вот подлива получилась ну берем в готовое сейчас я вам покажу что вот крошка крошка видите что поднимается можно перемешивать видите осложнений нет ничего не прилившее вот с любой стороны вот ну я подступлю так часть я вот не на всю площадь а часть которую кто любит с подливкой будет кушать а часть можно это самое брать без подливки кушать также отдельно если много надо подливки вот так вот где то беру и выкладываю вот видите жалеть никто не жалеет сколько душе угодно столько и накладываем видите ну где то так ну получилось очень вкусно сразу отвечаю тому что готовится естся ну с вами был Василич до скорых встреч пока пока